Авторы львиной доли публикаций на тему НАТО и Эстонии – роботы или боты, как их принято называть в виртуальном мире. Исследование Рижского центра стратегической коммуникации НАТО показало, что интенсивность кремлевской пропаганды усиливается перед крупными военными учениями в странах Балтии, Польши и самой России. Что предлагают эксперты, узнавал наш корреспондент. Некая Яна Филатова постоянно публикует свои мнения в Твиттере. То же самое делают ее сестры Ирина, Юлия и другие. В действительности эти аккаунты не настоящие, фейковые. Это роботы, как и их сообщения Твиттер. Если кто-то из них вдруг попадает из социальной сети, на их место приходят новые девушки-роботы. Если в Твиттере появляется словосочетание НАТО и Эстония, оказывается, что порядка 80% подобных публикаций сделаны роботами. Речь идет о периоде с августа по октябрь. Проведенное весной первое исследование показало, что ситуация усокубилась. Доля таких фейковых сообщений составила уже 87%. Исследование Центра стратегических коммуникаций охватило все страны Балты и Польшу. В Эстонии и Латвии деятельность роботов-троллей наиболее активна. В русскоязычном Твиттере 60% публикаций совершаются роботами. Если считать, что в русскоязычном Твиттере 4 из 5 публикаций о НАТО сделаны роботами, то это является однозначным сигналом русскоязычным пользователям и друзьям, не читайте это, не пользуйтесь этим. Там нет людей, только роботы. Роботы активизируются перед началом масштабных военных учений. Социальная сеть, созданная для общения между людьми, уже не та, что раньше. Среда меняется, в ней много грязи, там очень много шума. В Риге готово и второе исследование под названием «Дигитальная гидра», которое доказало, что влияние фейковых сообщений в виртуальной среде становится все сильнее. Идеальным вариантом было бы, если бы роботов можно было взять под контроль, или фирмы сами почистили инфополе от грязи, или, допустим, правительство. Например, Евросоюз установил бы некие рамки по использованию роботов. Есть и другие способы воздействия. Латвия пытается сейчас прояснить, почему во время учений Запад в Курземе время от времени пропадала мобильная связь.